Всем привет, друзья! С вами Вула, на ваших экранах Warface, и в этом видео речь пойдет о минусах этой самой поделки, в которую когда-то играли миллионы. Разумеется, за 12 лет существования Warface уже можно сказать, что прошла целая эпоха таких вот видосов, ведь постоянно что-то менялось, улучшалось, портилось, снова улучшалось, и вот так вот по кругу. Я же расскажу лично, что я заметил в игре с точки зрения новичка, все-таки я играю от силы 2 месяца, поэтому мое мнение может очень сильно отличаться от завсегдатаев Warface, так что сразу прошу прощения за то, что могу позариться на святое, ну и конечно же я не буду затрагивать какие-то аспекты игры, которые были в прошлом, все-таки в прошлом я не играл. Итак, начнем, пожалуй, и сразу отмечу, что я не буду говорить о банальных вещах, вот о проблемах с багами, вылитыми ошибками соединения, проблемах в оптимизации или чем-нибудь связанном с технической частью игры. Да, проблемы есть, они имеют место быть, но есть в игре и плюсы, о них вот я рассказывал в этом видео, вы можете посмотреть по ссылке, а я же хочу поговорить о более фундаментальных функциях игры. И первое, что мне не нравится в игре, это крест попадания. Да, это целиком и полностью субъективщина, я уже даже сам к нему привык, я понимаю, что это часть геймплея, но он не должен существовать в соревновательной киберспортивной игре. Когда ты просто вот можешь кинуть гранату в рандомное место и по кресту понять, что там кто-то сидит, вот каким магическим образом игроку передается информация от гранаты, что там кто-то есть. Почему по кресту ты можешь понять, сколько хп осталось у противника? Мне вот как игроку, который много играл во всякого рода реалистичные шутеры, наподобие армы, сквада, EFT, кажется вот очень спорной эта идея с крестами, но, как я и сказал, это вот чисто субъективщина, поэтому еще одним субъективным минусом я назову подкаты. Да, опять же, это часть игры, это вот привитая механика игрой, но мне вот режет глаза, как человек скользит на жопе 5 метров, встает и тут же с места снова скользит. А со стороны еще и анимация этого действия выглядит ну очень нелепо, вот допустим, бежал человек, бежал, ты моргнул и он уже катится. Так еще и стрелять в таком положении может, причем очень точно, ладно бы от бедра, но в подкате можно в прицел войти. Это вообще уму непостижимо, как можно прицелиться со снайпы в подкате через оптику, вот... Да, конечно, это все придирки, как я и сказал, это механики игры, и с этим просто нужно свыкнуться, но это не отменяет того факта, что лично меня это бесит. Теперь же перейдем к менее субъективным минусам, и для начала это баланс в РМе. То, что соло поднимается по рейтингу очень сложно, это применимо почти ко всем соревновательным играм. Хочешь подняться высоко, собирай тиму, или страдай. Но в Варфейсе это еще и присыпано сломанным балансом рангов. Я вот не знаю, конечно, по какой логике кидает игроков в команды, но пока я поднимался, очень часто замечал, как в моей команде большинство серебра, к примеру, а противника в команду уже из голды. Потом, когда я уже был на голде, в команду противникам кидает платину, а сейчас, когда я на границе перехода в алмаз, меня уже конкретно задрали команды против алмазников, ну и, разумеется, мастеров уже туда накидывает. И при этом я еще не говорю про ливеров, просто овощей, срущихся в осень адекватов, в целом не командных игроков, когда у вас, к примеру, нет ни одного меда, они целенаправленно играют в три снайпера. В общем, соло игроку очень геббарно, а еще сложнее бывает, когда тебя соло может кинуть в пати к четверке, которая командно может только хуй за щеку взять. От настоящей команды. Которая играет против вас! Следующий минус относится к очень странной системе, которую я вот играю уже два месяца, но никак не могу понять. Почему разработчики так сильно принижают РМ игроков по сравнению с ПВЕшниками? Да, стоит отметить, что ПВЕ в игре отличные, спецухи разнообразные, есть разные сложности и так далее, но мне оно не нравится, потому что отстрел ботов для меня, ну, скучен. Вы скажете, ну так не играй, так я бы и с радостью, но все события, батл пасс, разнообразные награды, контракты, прокачка рангов, проходятся гораздо быстрее именно в ПВЕ. Я объясню. В событиях, к примеру, монеты черного рынка можно получить либо в самом событии, ну, там, ПВПшном таком событии, либо за спецухи. Но не в РМе. Ранги, к примеру, качаются намного быстрее в ПВЕ, чем в РМе, то есть за прохождение одной спецухи на уровне профи можно поднять чуть ли не, там, ну, 10 рангов со всеми бустами. В РМе, чтобы поднять 10 рангов, мне придется катать, наверное, каждый ветер в течение недели. А это я говорю, что мы только одну спецуху прошли. То же самое касается и с варбаксами, и с опытом батл пасса. В ПВЕ и варбаксов и опыта дают гораздо больше. А теперь мы еще ко всему сказанному добавляем то, что за все это вы получаете разного рода награды. В событиях свои награды, как, к примеру, в предыдущем, можно было забрать СТК, Гребальди, Макпул и Астарту, а это, ну, можно сказать, топ-1 мета нынешняя. В событии Триумф можно было забрать голдовые ХК, СВЧ, Берета и Хаклбери. В ПВЕ-магазине за короны можно получить целую гору стволов. В следующем летнем обновлении можно будет с ПВЕ забрать вообще самые топовые стволы на данный момент. Это СТК, Гарик, Кедр, Кинетик, а в новом батл пассе будут новые имбы в лице КЮБЗ и Браунинга. А что у нас в РМ-магазине? Ни-ху-ня. Да уж. Единственное, что можно было забрать в магазине сейчас, это броню. И я еще удивился, что хоть в РМ-магазин что-то закинули, но, как мне сказали подписчики, которые в игре уже 12 лет, типа, это разовая акция, такого раньше не было, обычно все награды закидывали именно в ПВЕ-магазин. И при этом еще я не сказал про детали, которые и так формятся очень медленно, ибо контракт на детали у нас раз в день и дает всего 400 деталей. Так в ПВЕ-магазине их можно еще за короны обменивать. Почему вот за венки нет такой функции, непонятно. Это наебалово какое-то! Но, по крайней мере, разработчики уже сказали, что в следующем обновлении, то есть которое будет летнее, все это добавят, теперь у нас там тоже будут детали. Но вот вопрос, сколько их будет точно и как быстро это будет зарабатываться, непонятно. Поэтому вопрос остается все тот же. Почему разработчики кидают через хуй РМ-игроков? Почему я обязан задротить это вот унылое ПВЕ, чтобы получать награды, которые мне нужны в РМе? Почему просто вот нельзя сделать одинаковые награды и в РМ-магазине, и в ПВЕ-магазине? И награды в виде опыта и варбаксов и прочего приравнять к затраченному времени в игре? И да, я ПВП-режим вообще обычно не рассматриваю, потому что там и магазин как такового нету, да и всякие ТДМ и мясорубки, это просто бедлам, которые ни к скиллу, ни тактике не имеют никакого отношения. Даже ПВЕ в какой-то мере требует больше умений к скиллу и знаниям, тому что там нужно делать, как проходить, куда стрелять. ПВП же мусор, который я за режим даже не считаю. Но все равно странно, но сделали бы одинаковые награды и в РМ-магазине, и в ПВЕ-магазине. Тогда бы те, кто играет в ПВЕ, могли бы спокойно получать то, что получают игроки в РМ. И то же самое и с игроками, которые катают в РМ, то есть они просто бы получали все те же самые награды и не отвлекались на ПВЕ, которое может им быть неинтересно. Ну вот, а теперь мы подошли к самой конченой механике, которая только есть в игре. Это моды. Это просто какой-то сюр. Добавить в соревновательную, киберспортивную, блин, игру, РПГ составляющую. Это, ну извините меня, какими нужно быть дегенератами? Совесть-то должна быть, хоть какая-то! Ну ладно, хрен с ним, добавили вы прокачку. Так почему эти моды не на всем оружии? Мало того, что новые стволы настолько сильно отличаются от старых, что от старых нет вообще никакого толка, так еще и моды увеличивают этот разрыв, блядь, просто в огромное количество раз. Вы вот посмотрите, к примеру, как стреляет какой-нибудь старый АК и новый Кьюбезет. Да она же лазерган, которая просто херачит в точку почти без отдачи. Так при этом у нее еще ваншоты в голову. Посмотрите, какая отдача у старых снайперов и у свечей, например, или астарты. А урон старых дробовиков и новых. Разумеется, конечно, я понимаю, для чего все это делается. Чтобы продавать новые пушки в коробках обычным работягам, которые уже не могут нормально играть со старыми стволами. И разумеется, нужно все время что-то лучше, лучше, лучше и лучше. Но неужели вот вы, да, вот именно я к вам обращаюсь, вот игроки Варфейса. Я обращаюсь к тебе, сука. Ладно, я в игре всего 2 месяца, но вы 12 лет сидите, смотрите, как вас доят по одной и той же схеме. Игроки сливают зарплаты в новые коробки. Да что зарплаты? За 12 лет игры некоторые, наверное, уже целую машину или квартиру слили в игру. Вот напишите в комментариях, сколько примерно вы задонатили Варфейс за все время вашего существования в игре. Но это еще цветочки. Ладно бы, если стволов было действительно большое разнообразие. Но коробки могут быть одним и тем же стволом, только с другим скином. И это не другое оружие, это тот же самый ствол, просто с другой шкуркой. И он лежит отдельным салатом в инвентаре. Да, блять, это глупо. Ты не можешь просто взять и поменять скин на том стволе, что у тебя уже есть. Это будет отдельное оружие, которое нужно искать в горе других таких же стволов. И это еще не все, я с модами еще не закончил. Есть один самый ублюдский мод, который не должен существовать в игре. Это мод на скорость персонажа. Уважаемые разработчики, блять, вы что курите? У вас соревновательная игра, которая подразумевает честное соперничество. Мы уже опустим донатные стволы, но, блять, мало того, что в игре скины увеличивают длительность рывка, так еще и бегая с каким-нибудь томогавком, вы можете занимать выгодные позиции быстрее. Вы вообще видели, как быстро прибегает на точке штурмовик с томогавком в руках и под шприцами? У вас киберспорт или корейская ММОшка? Кстати, еще о шприцах. А не слишком ли имбовая штука для одного класса? Эта херня с разными модами может давать и броню, и точность, и скорость, и лечение. Спасибо, что хоть бессмертия не дает. И все это, что я сейчас вот сверху там наговорил, складывается в самый гигантский минус игры. Это мета. Потому что играть в игре не с чем. Несмотря на то, что в игре огромное количество, казалось бы, разных стволов, с разными скинами, разные там золотые версии стволов, и заметые, большое количество оружия просто бесполезно. Почти для каждого класса есть буквально пару стволов, которые сейчас вот очень сильно выделяются в плане имбалансности. Остальное же, ну, что-то еще может стрелять немножко, а некоторые вообще уже мусор. К примеру, на штурмовике сейчас в данный момент играется Кьюбезетка новая и СТК, который тоже выходил не так давно. То есть Кьюбезетка это для стрельбы по головам, СТКшка это для распила по телу. У медиков это, разумеется, и Гарибальди, и новый великолепный дробовик двуствольный, который просто разрывает мозг. Дать 2500 урона с одного выстрела, это, блядь, просто великолепно. Это не норма, это какая-то страшная, жуткая, ужасная болезнь. Это пиздец. Не выпустить новую броню, но при этом выпустить ствол, настроенный под новую броню, это гениально. На инженере у нас, в принципе, то же самое, что и на штурмовике. Это макпул для того, чтобы разбирать в тело, и кедр для того, чтобы стрелять по головам. Вот единственное, наверное, снайпер пока что имеет чуть больше количества разнообразных оружий, которые пока что еще могут ваншотить. Это всякие СВЧ, Сабати, Астарта, и, наверное, Барреты еще могут пострелять. Но в любом случае, большинство людей сейчас на данный момент играет либо с СВЧ, либо со Стартой. Просто потому, что у них практически минимальный подброс после выстрела. Как видите, я назвал от силы, ну, стволов 10, с которыми можно сейчас результативно играть. А хотите увидеть количество, в принципе, имеющихся стволов в игре? Посмотрите, их просто до хрена. Но большинство из них мусор. Просто мусор. А с выходом новой брони Сирока, даже те, которые сейчас еще более-менее могут стрелять, наподобие ХК или Хелиона, станут тоже бесполезны. В общем, друзья, надеюсь, вы меня услышали. Разумеется, я никому не собирался открывать глаза или переубеждать в чем-то. Это были просто мысли, которые я хотел выразить, и, надеюсь, у меня это получилось. Если вам есть что добавить, можете сделать это в комментариях. Ну, а на этом я, пожалуй, закончу. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и колокольчики, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы. Играйте только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока.